Ну, приветствую мои зеленые зрители, с вами как всегда JumboMax и сегодня мы с вами обсудим крайне спорную ситуацию по поводу нового эксклюзива Hellblade 2, а конкретно его производительности. Да, вы вероятнее всего наслышаны о том, что проект будет идти в 30 фпс и конкретно этот критерий игроков разделил на два лагеря. Кто-то не против таких результатов, ну а кто-то обвиняет иксбокс во лжи и соответственно хейтит его за это в интернете. Да, кстати, не забываем прожимать лайкусик, подписываться на канал, а также писать свое мнение на этот счет. Ну, а я пока поделюсь своим видением на весь этот случай. За спонсорство моего канала огромное спасибо моим бустерам и если вдруг вы хотели бы меня поддержать, а также попасть к нам в секретный чат, то спонсором можно стать по ссылке в описании. Для начала напомню, что речь идет о Hellblade. В прошлом это был инди проект с уже отличным визуалом, прикольной идеей, хорошей реализацией и интересной задумкой, где вы берете на себя роль девушки Сенуа, которая надеется вернуть к жизни своего возлюбленного. В проекте интересные и в то же время не сложные головоломки, приятные бывают системы и классный звук, из-за которого я вам настоятельно советую играть в нее только в наушниках. Дабы по сторонам слышать мысли волос, звучит странно, но реализованное это очень круто, просто поверьте. Ну а самое главное то, что игра доступна по подписочке Game Pass, Microsoft потом выкупила эту студию и в итоге создает вторую часть, которая тоже будет в подписке с даты выхода уже с 21 мая. И если вдруг у вас нет подписки, то вы всегда ее можете оформить у ребят из X-Game, ссылочка будет в комментариях, там кстати еще проходит весенняя глобальная распродажа, поэтому налетайте. И вот как раз таки вторая часть попадает перед выходом в не очень хорошую ситуацию, с 30 кадрами, да. Честно сказать, у меня не было удивления, когда я увидел эту новость по одной простой причине, графон обещали очень годный, предварительно он такой скорее всего там и получится, и надеяться, что в игре супер мега крутым графоном будет 60 кадров, конечно можно, но лучше быть реалистами и понимать то, что в такой игре это будет во-первых вряд ли, а второе не особо нужно. Да, я понимаю, что на меня сейчас накинутся счетчики фпсов, скажут лол, да ты концовщик, тебе всегда 30 фпс нормально, не привыкать, но я поясню. Как бы тупо это не звучало, но 30 фпс это не приговор, для некоторых игр вполне хватает для того, чтобы ими насладиться. Никто сейчас не оправдывает, что отсутствие 60 фпсов, ибо я тоже был бы очень не против, если бы такая возможность имелась, но это одиночная линейная игра с крутым графоном, с небыстрым геймплеем, и самое главное, чтобы те самые 30 фпс были просто нерваны, и этого будет более чем достаточно. Просто я вспоминаю, как я с удовольствием прошел RDR 2 в 30 фпс, GTA 5, Uncharted, Бога войны, Spider-Man 1, и честно, это мне вообще никак не помешало кайфануть от игр, поэтому причина вот этой жесткой тряски, она не особо правдана по одной простой причине. Там будет очень крутой графон. Увы, но с демки матрицы, где она была словно фильм, уже было понятно, что игра с очень крутым визуалом, вероятнее всего, нас вернется с того, от чего мы уходили, к 30 кадрам. И в целом, это не особо плохо, потому что и при 30 кадрах тоже можно играть. Но по большему счету, всех триггерит не наличие 30 фпс, а немного другое, а именно очередной обман. То, что до выхода консоли нам обещали, что новое поколение будет выдавать от 60 до 120 фпс, вся вот эта вот реклама Terraflops, RDNA 2.1, который, кстати, до сих пор не раскрылся, все это тупо провалилось. И мало кто предполагал, что мы опять когда-то откатимся назад. Но тут, на мой взгляд, есть несколько причин с этой игрой, по которым, вероятнее всего, и дальше будут происходить такие вот ситуации. Первое, это вероятность того, что игра сделана с большим учетом серии СС, и, исходя из которого, разрабы просто не захотели завозить 60 фпс из-за не особо прикольного разделения производительности между версиями, который все равно повлек бы за собой хейт. Почему, например, у них есть 60 фпс, а у нас нет, а вот вы обещали. Второе, может быть такое, что они тоже готовят прошку, которая якобы решит эту проблему и даст те самые 60 фпс. И как бы немного обоснует ее существование, тем самым ответив на ожидаемую PS5 Pro, которая тоже, скорее всего, будет. Летом майки, скорее всего, представят новые железы, и тут два варианта, либо это все-таки будет более мощный Xbox, конечно, вряд ли, но вдруг все-таки выпустят, да, либо же портативка, на которой я больше, наверное, склоняюсь. Просто это был бы прикольный ход от майков. Ну а третья ситуация может быть из-за того, что все нынешние консоли просто не справляются с нынешними играми, и требует намного больше и кропотливой оптимизации, из-за которой разрабы либо не успевают, либо попросту не хотят делать, прикрываясь творческим видением, мол, чуваки, ну это кинебагографично. Я лично склоняюсь, что графон более продвинутый, и разрабам все-таки не хватает либо возможности, либо времени все это отполировать, так, чтобы 60 FPS все-таки в игре было. Хотя это очень странно, поскольку Hellblade был анонсирован, по-моему, аж 4 года назад. Проект, кстати, не длинный, с весьма малым количеством механик, скорее всего, будет, который ближе к концу, вероятнее всего, будет просто повторять одно и то же, как протокол Калиста. Поэтому почему так произошло, можно лишь гадать. Возможно, узнаем на этот вопрос чуть позже, но даже он не изменит в целом всего происходящего. И вот такие подобные случаи, когда та или иная игра будет выходить в 30 FPS, всегда будет триггерить народ из-за обещаний, которые майки очень любят давать. Технически они сделали консоль мощнее, реально крутой, но дотянуть до хороших показателей иногда просто не могут. Кстати, если вспомнить Starfield, эта новость тоже многим не понравилась, но при игре на 30 FPS, по-моему, мало кто вообще триггерился, ибо она просто нормально игралась. Конечно, в этом случае было больше вопросов, почему нету 60 FPS, ибо в некоторых местах игра реально выглядела спорно, но опять же, 30 FPS в игре это была не проблема. Это как взглянуть на Redfall, вроде плохо, что там 30 FPS, но с другой стороны, если бы игра была бы в 60 FPS, она все равно скучная и неинтересная. И наличие большого показателя FPS ситуацию бы просто не исправило. Просто, поверьте мне, так же произойдет и с Hellblade N2. Если игра будет интересная, безумно красивая, нормально оптимизирована, ну, со стабильными приятными 30 FPS, хэйта будет в ее сторону намного меньше. Поскольку одиночной, не быстрой игре данный показатель, ну, вообще не помеха. И опять же, больше претензий к тому, почему майков не налажены связь со своими маркетологами, которые летят вперед паровоза, обещают кучу гор, в итоге они просто это не вывозят. Будем честны, самый идеальный вариант в этой игре был бы такой, 4К и 30 FPS, и второй режим производительности это пониженное разрешение и 60 FPS, тогда бы все были бы довольны. Потому что я больше склоняюсь к тому, что у нас люди дрочат больше на FPS, нежели на разрешение. И если добавить слегка мыльца, но повысить чисто кадров, добавив второй режим производительности, было бы вообще неплохо. И вот этого вот ненужного хэйта перед выходом можно было просто избежать, но опять же вопрос в том, насколько это вообще реализуемо. По идее, невозможного тут нет, и все упирается либо во время, либо в деньги, и если с деньгами у майка вроде все нормально, то вот со временем не особо. Ибо из-за большого пробела с выходом эксклюзивных игр, то есть их не выходом, они сейчас попытаются иногда дать упущенное время, выпуская как можно быстрее и как можно больше игр. И переносить глобальный проект из-за режима производительности еще раз, ну как бы такая себе идея. Я думаю, что они из-за этого фактора выпускают игру просто как можно быстрее. Помимо этого, все еще нужно учитывать тему с геймпасом, которая позволяет немного схалтурить и не делать каких-то лишних движений. Просто подумайте, игра с крутым графоном? Да. Игра доступна по подписке? Да. Ну а что вы тогда ноете? Конечно, честно вам сказать, не очень хотелось бы такой ситуации с Gear 6, ибо там геймплей побыстрее, и это шутер. Ибо в такое точно нужно играть в 60 фэппасов, но по слухам графон там обещается еще более крутым. Поэтому может быть в компании все-таки пахнет такой же ситуацией. Но опять же, если графон будет действительно эксгеновским, да, по всем фронтам это будет реально вау, ну, ну, серпим, чушь теперь. Самое главное, опять же, в мультиплеере, чтобы 60 фэппасов было, а это будет 100%. Ее, кстати, обещают летом показать, да, поэтому ждем. И, в общем, в целом, данная ситуация хоть и вызывает сумбур перед выходом, но на игру вряд ли повлияет, и вряд ли повлияет на будущее подобной ситуации. А так я в этом случае, наверное, частично поддержу тех, кто требует 60 фпс, ибо у нас на дворе все-таки 24-й год, куча террафлопсов, куча всяких технологий, а 60 кадров иногда нет. Вроде есть две консоли, но и слабая еле тянет, и, кстати, очень интересно, в каком качестве она будет тянуть этот хеллблейд, да и в то же время мощная всего максимума нам тоже показать не может. Поэтому и ощущается какой-то дискомфорт, и чувство, будто тебя опять обманули. Но, честно, мой вам совет. Не заостряйте внимание на показателях. Если игра будет приятно играться в 30 фпс, для нас будет вообще не проблемой. Вы вообще на них вряд ли акцентируете внимание. Самое главное, чтобы игра просто получилась хорошей, а насчет самой игры, вероятнее всего, будет так. Кому зашла первая часть, вторая, скорее всего, придется по вкусу. Поэтому, пока вторая часть готовится к выходу, советую попробовать первую, а там уже поймете, ждать вторую или нет. Я лично, несмотря на 30 фпс, в любом случае поиграю и постреблю, поэтому ждем. В общем, такие вот новости, такие вот мысли. Спасибо за просмотр. Если вдруг вам ролик понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok